Тяжелая интраэпитериальная неоплазия. Может ли перейти в рак? И полипы ли могут перейти в рак? Во-первых, полипы бывают как минимум трех видов. Это обычные гиперпластические полипы. Полипы могут быть гиперпластическими. Это нормальная слизистая толстая кишка. Разрослась, ну вот получился такой полип. Полипы могут быть по виду тубулярной аденомы. Вот из таких полипов может образоваться злокачественная опухоль. Если там накопятся определенные мутации, клетки станут злокачественными. И полипы могут быть зубчатые аденомы. Это из определенного типа клеток. Тоже они достаточно редко бывают. Там порядка 5-7, максимум 10% от всех людей, у которых выявляются полипы. Вот бывают такие зубчатые аденомы. Их вероятность перерождения в рак тоже достаточно высокая. Тяжелая интраэпитериальная неоплазия. Это значит, что уже есть определенные изменения, которые происходят в клетках. Они находятся пока в толще только слизистого слоя. Не распространяются на подслизистый слой, тем более на мышечный. Пока это еще 100% раком назвать нельзя. Но это уже очень близко. То есть мы поймали эти клетки в процессе перехода из доброкачественной в злокачественной. В целом, это может быть, во-первых, либо дефектом диагностики, потому что вчера только мы проводили обучающий вебинар для врачей-коллапрактологов, для эндоскопистов, для патоморфологов, где разные специалисты, которые лечат ранний рак толстой кишки, объединились вместе в одном вебинаре. И каждый со своей стороны рассказал про те сложности, с которыми мы сталкиваемся, когда речь идет о ранних раках толстой кишки. И вот как раз патоморфолог, профессор Тертычный из Сеченовского университета, очень известный в нашей стране, как раз специалист по ранним ракам не только кишечника, но и других локализаций, он показывал, что как очень сложно патоморфологу вообще провести вот эту грань, где рак, где не рак, где только неоплазия интраэпителиальная, а где уже прям истинная аденокарцинома. Это очень зависит от квалификации, от опыта именно патологоанатома, который рассматривает эти исследования. Поэтому иногда бывают очень спорные такие ситуации. И здесь, конечно же, решение дали лечащего врача рекомендовать пациенту радикальное хирургическое лечение или можно считать эндоскопическое удаление такого полипа вполне себе радикальным вмешательством, зависит как раз от того заключения, которое напишет патологоанатом. Редактор субтитров А.Семкин